В этом видео вы узнаете, что будет, если взять уран в голые руки, и как выращивание фруктов связано с радиоактивными изотопами. Интересно? Начинаем! В мире много опасностей, но из них радиация самая загадочная и непонятная. И это неудивительно, ведь с тех пор, как появилось ядерное оружие, всё радиоактивное стало ассоциироваться со смертью, подземными бункерами и правительственными секретами. Ещё больше масла в огонь страха перед радиацией добавляют в фильмы и книги о мире после ядерной войны. Но насколько на самом деле страшна радиация в обычной жизни? Большинство людей при этом слове впадают в панику. Но они забывают, что мы окружены радиацией со всех сторон с дня нашего рождения и до дня нашей смерти. Её излучают небо и земля, дома, другие люди и даже фрукты. Например, если провести с кем-то ночь в постели, вы получите от его тела 0,05 микрозиверта. Сегодня вечером, ложась в кровать, вы обязательно об этом вспомните и не благодарите. От одного яблока 1,1 микрозиверта. Аж яблочко захотелось. В 100 раз большую дозу в день получает каждый из нас просто живя. 10 микрозиверт. Отправили на рентген груди? Получи ещё в 2 раза больше, целых 20 микрозиверт. Становится страшно? Тогда держитесь. Полетел в Египет на отпуск? Получи 4-х кратную дневную дозу 40 микрозиверт. В самолёте ведь вы ближе к космосу. Да просто живя в доме из камня и кирпича, мы получаем 70 микрозиверт в год. Думаете, это много? Как бы не так. Калий в нашем организме облучает нас ещё в 6 раз больше, целых 390 микрозиверт в год. Ещё не страшно? Тогда вот вам такой факт. Доза, которую обычный человек получает ежегодно, равна 3000 микрозивертам. Или 3 милизивертам. Много? Для сравнения, жители и зоны отчуждения в округе Фукусима получили 1 милизиверт. А это меньше одной томографии в 7 раз. И в 50 раз меньше ежегодной дозы для работников на опасных предприятиях. Считается, что опасные дозы начинаются со 100 милизиверт, а смертельные с 5000 милизиверт. И пока вы осознаёте, что радиация не так опасна, как кажется, подпишитесь и поставьте лайк. Надеюсь, я убедил вас не впадать в панику при слове радиация. Да, она может убивать. Но ведь и тепловые, и микроволновые, и радиолучи высокой мощности убивают. Но мы ведь не боимся их так, как радиацию. И раз со страхом мы разобрались, то самое время выяснить, как же именно радиацию убивают. Обычно люди представляют себе радиацию как яд, который просачивается всюду и заражает всё, к чему прикасается. Но в реальности радиация скорее не яд, а снаряд. Мы знаем, что угодно может превратиться в снаряд, если его как следует разогнать. Например, обычная птица при встрече с самолётом пробивает бронестёкла и разрушает двигатели. Также и радиация. Это частица, которая летит на огромной скорости от 15 до 300 тысяч километров в секунду. Сама частица может быть практически любой, от атомного ядра до электрона или фотона. Иногда эти частицы снарядов сталкиваются с атомами с такой силой, что выбивают из них электроны. Вот почему радиацию называют ионизирующее излучение. Когда много таких микроснарядов попадает в живой организм, они разрушают его молекулы. Некоторые клетки погибают, другие выживают, но с повреждённым кодом ДНК. Когда таких повреждений мутаций накапливается слишком много, некоторые из повреждённых клеток могут стать раковыми. А другие передать неправильный код ДНК потомству. Но если есть снаряды, то должны быть и стрелки? Чаще всего это радиоактивные изотопы. Нестабильные версии химических элементов, которые стреляют частицами высокой энергии. При этом некоторые из них быстро расходуют свой запас снарядов и выдыхаются всего за несколько минут или дней. А другие излучают куда слабее. Но сотнями, тысячами и даже миллиардами лет. Это называется периодом полураспада. Например, период полураспада урана 4,5 миллиарда лет. И поэтому горсть урановой руды не более радиоактивна, чем гроздь бананов и даже чистый уран можно держать в руках. Главное их потом помыть. А вот у полонии 210 период полураспада 5 месяцев. Один грамм может убить миллион, и он не зелёный и не светится. Наконец, опасность частиц зависит от их пробивной силы. Например, радиоизотопы, которые излучают альфа и бета частицы, не могут пробить даже наружный слой кожи или пару сантиметров воздуха. Но если они попадают в организм с пылью, едой или водой, они беспощадно ионизируют клетки организма. Поэтому так важно защитить свои дыхательные пути во время радиоактивной опасности. Лучше всего одеть одежду, не оставляющую голых участков кожи. Но есть и гамма-радиация. А вот она пронизывает человека насквозь. Ну и угодить под неё гораздо сложнее. Собственно, сама по себе радиация не заразна. Например, мощными дозами излучения тех же изотопов часто стерилизуют фрукты. Цезием 137, кобальтом 60. А также лечат людей. Ни те, ни другие не становятся радиоактивными. Но если бы к ним внутрь попал изотоп, всё кончилось бы плохо. Но это не единственная опасность радиации. Страх перед ней тоже может быть вреден для здоровья. Ведь её нельзя почувствовать. Например, почти все жители окрестностей Тримай-Айленд, Чернобыля и Фукусимы не получили опасных доз радиации. Но врачи заметили, что очень многие из них становились фаталистами. Они ставили на себе и на своём здоровье крест. Мол, я навсегда заражён. Люди впадали в депрессию, боялись ржать детей, начинали страдать радиофобией или поддавались вредным привычкам. Их подкосила не сама радиация, а неизвестность. Получается, что самый лучший способ избежать радиации – это знание. Ведь вы и сами знаете, что паника и безразличие одинаково бесполезны в любой жизненной ситуации. Хотите узнать больше? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и напишите в комментарии самую безумную историю о радиации, которую вы когда-либо слышали.